Исторический час Война никого не щадила. Это Серафим Семиколенных впитал с молоком матери. История о подвигах предков передаются в его семьи из поколения в поколение. За неподдельный интерес к наследию родины Серафима приняли в помощники Люберецкого музея Великой Отечественной войны. Народ, который забыл о своем прошлом, не имеет будущего. Это наше прошлое, мы должны его знать. Больше таких подвигов, я надеюсь, что больше не будет. В 2020 году страна отметит 75-летнюю годовщину Великой Победы. По этому поводу Люберецкий музей запустил целый цикл исторических часов для школьников. Ветераны и дети войны рассказывают подрастающему поколению невыдуманные истории тех лет. Юлия Вьюнкова, будучи ребенком, пережила блокаду Ленинграда. Ее семья чудом осталась жива благодаря отцу, который работал на заводе. Получал он за это премии, когда вывозил оружие, снаряды на фронт. И давали премию. Это хряпа и конина. И это же нас и спасло. У меня остался жив брат, мама и я. О своем нелегком жизненном пути школьникам рассказали прошедшие войну. Люберецкие танкисты и летчики-истребители. Среди них герой Советского Союза и почетный ветеран Подмосковья Николай Бездетнов, который испытывал легендарную черную акулу – вертолет К-50. Возможность прикоснуться к живой истории школьникам дают педагоги Дворца детского юношеского творчества и общественной организации «Дети войны. Память». Встреча вот такая вот насыщенная, она даст ребятам большое понимание, какой ценой стоила сегодняшняя победа, сегодняшняя мирная жизнь. Они наверняка узнают те страницы истории, которые они и не знали. Они говорят о том, что здесь они получают очень много информации и даже где-то перестраивают свое сознание и начинают что-то узнавать. Это является мотивацией к их учебе. На исторических часах школьники и сами показывают в театральных постановках свои знания, а новое черпают наглядно. В стенах Люберецкого музея Великой Отечественной войны хранятся найденные поисковыми отрядами или подаренные ветеранами уникальные предметы. Всего 2000 уникальных экспонатов. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok